Здравствуйте! Мы рады нашей новой встрече. В студии Софья Ковалевская. Как всегда, в медицинской программе мы будем говорить о самом дорогом для каждого из нас – о здоровье. Итак, сегодня в выпуске. Детский травматизм. Во всем виноваты взрослые. Дмитрий Грудинин и его постоянная рубрика «Это интересно». Борьба с вредными привычками. Как избавиться от курения. Фитнес-упражнения на каждый день рекомендует Алена Жук. Но прежде чем приступить к обсуждению заявленных тем, предлагаю посмотреть наш традиционный видеообзор. Специалисты областного онкодиспансера продолжают выездные консультации в территориях Оренбуржья. Очередным местом высадки медицинского десанта стал ЭЛЕК. Доктора провели осмотр населения, беседы, организовали мастер-классы для врачей районной больницы. Напомним, что с апреля текущего года онкодесант уже посетил Сакмарский, Александровский, Переволодский и дважды Кваркинские районы. Всего же за время акции на приеме ведущих специалистов области побывали более тысяч человек. Из них около ста направлены на дообследование, еще у ста пациентов впервые выявлены новообразования. С апреля 2015 года в Оренбургской городской клинической больнице имени Пирогова работает рентгено-ангиографический комплекс. Его используют для проведения диагностических и лечебных процедур на сосудах сердца. Унипуляция проводят через небольшие проколы под контролем рентген-аппарата. За неполных 4 месяца с помощью данного оборудования в больнице выполнено более 400 коронографий и около 100 стентирований коронарных артерий. Лето для травматологов – горячее время. Дети бесстрашно гоняют на роликах, лазают по деревьям, купаются в пруду и лезут в канализационные люки. В результате – переломы рук и ног, сотрясение мозга и порезы. От них не застрахован ни один ребенок. Поэтому родители должны четко знать, как вести себя в случае любого ЧП. На эту тему мы и поговорим с гостем нашей программы. Сегодня в студии заведующий Центром детской хирургии Александр Коркин. Здравствуйте, Александр Павлович. Рада новой встрече в границах нашей программы. Тема животрепещущая, болезненная. Мы говорим о детках и о детском травматизме. Какие травмы чаще всего получают дети? Это обычная бытовая травма. Уличная, домашняя, спортивная. То есть та связана с особенностью детского возраста, их подвижностью, их, можно сказать, сниженным чувством самосохранения. На втором месте, я думаю, что можно поставить эту травму, связанную с транспортными средствами любыми. Это велосипеды, это мопеды, это злополучные скутеры. И, конечно, это автомобили. В данной ситуации травмы связаны не только с участниками, находящимися в автомобиле или на транспортном средстве, но и с пешеходами. Ну и третья, скажем так, категория травм. Это наиболее тяжелые травмы, связанные с... Последнее время они увеличились, с падениями с большой высоты, так называемые като-травмы. Вот, насколько мне известно, дети довольно часто травмируют голову, да? Вот к чему могут привести подобные травмы? Нужно быть очень остороженными в плане черепно-мозговой травмы. Может быть, даже несмотря на какое-то мнимое благополучие, все-таки направить ребенка на консультацию к специалистам, неврологам, нейрохирургам, детским хирургам в Центр детской хирургии. Потому что иногда такие травмы, пущенные на самотек, как говорят, да? То есть, вроде успокоили, вроде все хорошо, потом приводят к тяжелым последствиям, которые уже тяжело все-таки лечить и восстанавливать таких детей. Александр Павлович, вот вернемся к падению с высоты. Вообще, есть же какая-то статистика выживаемость при этих трагических и страшных ситуациях? Статистика, да, есть. В прошлом году в наш центр были доставлены 15 детей с такими повреждениями. Из всех, кто к нам поступил, все выжили дети. В этом году у нас уже 6 детей поступило. Один ребенок, к сожалению, не выжил. Там было падение с 9 этажа. По статистике, выпадение с 5 этажа, как правило, это в 90% случаев летальный исход. Я сейчас предлагаю прервать нашу беседу и подробнее познакомиться с отделением, где оказывают помощь детям, получившим различного рода травмы. Из Центра детской хирургии при больнице номер 5 Оренбурга наш следующий видеосюжет. Упал, прищемил пальцы дверью, покусала бродячая собака. Травмы у детей могут быть самые разные, но заквалифицированной помощью пострадавших отправляют по одному маршруту. Сначала рентген, а потом сразу на операционный стол. В отделении травматологии Центра детской хирургии, которая была открыта в 1991 году. Сегодня Центр входит в состав 5-й городской больницы. Лечить ребятишек сюда привозят со всего Оренбурга. Поэтому в операционном блоке почти никогда не бывает пусто. Одна операция сменяет другую. Врачи Центра люди немногословные, но за кадром все же признаются. Порой поесть некогда. Особенно, когда выпало дежурство в приемном покое. Глубокие порезы, сложные и многочисленные переломы после ДТП или падения с высоты. Это, пожалуй, самые тяжелые случаи в травматологии. Хирург сродни саперу, ошибка может стоить жизни. Вот только ответственность в разы больше. Ведь речь идет о жизни ребенка. Ежегодно здесь проводят свыше 3000 операций, как экстренных, так и плановых. Сегодня Центр детской хирургии – единственное учреждение области, где сконцентрирована вся хирургическая помощь маленьким пациентам. Начинает от этапов обследования до проведения оперативных вмешательств. А помогает профессионалам высочайшего уровня привлечение новейших методик и самое современное оборудование. Давайте как-то обратимся к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Что должны делать родители, чтобы предупредить подобные ситуации, не только падение? Нельзя исключить 100% любой травматизм у детей. Дети есть дети, они всегда травмируются. Но уменьшить и постараться привести, так скажем, к минимальным травмам, тяжелым, связанным с падениями, с дорожно-транспортными происшествиями – это, конечно, ответственность родителей, ответственность нас, медицинских работников, донести, показать и дать понять родителям, бабушкам, дедушкам о том, что с окнами нельзя ребенка ставить на окна, показывая, что вот он может сюда встать, посмотреть. Статистика очень нехорошая. И тенденция этой статистики нехорошая. Она увеличивается. Количество выпавших детей младшего возраста растет. Руслан Павлович, вот с Вашей точки зрения, до какого возраста дети требуют такого пристального, постоянного внимания? Это все-таки, наверное, до 5-7 лет. Все-таки в более старшем возрасте уже дети понимают степень риска где-то. Не туда не залезть, не разогнаться так быстро. Хотя наступает еще один период вот этого подросткового. Новый виток, который еще страшнее. Особенно сейчас вот очень много таких вот экстремальных видов спорта. Это и паркур, это и экстремальные селфи. Выполняем на каких-то там высотах, крышах. Показать своим друзьям, насколько ты бесстрашен, насколько ты это. Они приводят, как правило, к летальным исходам. Александр Павлович, давайте вот все-таки наш диалог мы завершим вполне конкретным и практическим советом взрослой нашей аудитории. Что должно быть у родителей всегда под рукой? Вот давайте соберем такую детскую аптечку. Ну, в первую очередь зеленка. Ну, должны быть, как минимум, это обезболивающие какое-то, таблетированные. Это должны быть мази против, ушибов. Их сейчас огромное, конечно, количество. И ожогов тоже. И ожогов, да. Ну и, соответственно, это лекопластырь, чтобы заклеить раны. Я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы. И надеюсь, что этот разговор заставил многих взрослых еще раз задуматься, где сейчас находится их ребенок, чем он занят и насколько это безопасно. Ну, а мы продолжаем. Сейчас самое время рубрики «Это интересно». Я передаю слово Дмитрию Грудинину. Здравствуйте. Пожалуй, многие из нас лечат зубы с самого детства, и слово «стоматология» знакомо не понаслышке. Сегодня мы заглянем в эту особую область медицины. Знаете ли вы, что еще до нашей эры люди уделяли внимание лечению и профилактике заболевания зубов? Имеются вавилонские клинописи тех лет, описывающие всевозможные снадобия и составы смесей для чистки зубов. Но зачастую лечение сводилось к использованию трав, животных и магии. Чаще всего больной зуб после удалялся. В 13-14 веках в Европе заболевание зубов считалось показателем «достатка». Здоровыми зубами чаще обладали бедняки, питавшиеся грубой пищей. Удалением больных зубов занимались не медики, а монахи, кузнецы, банщики, коновалы и ювелиры. В качестве анестезии использовался алкоголь, а вместо протезов вставляли зубы животных и человека. Ну, а как же чистили зубы? Отвечу. Зубная щетка появилась в 1497 году в Китае. Это была бамбуковая палочка с жесткой свиной щетиной. Но широкого распространения она еще долго не имела. В 16-17 веках зубы лечения становятся отдельной частью медицины. Значительный вклад в ее развитие вносит французский хирург Пьер Фошар. Он выделил 102 зубные болезни, разработал новые методы лечения, впервые посадил пациента на удобный стул. Является автором зубных протезов в сегодняшнем их виде. В России стоматология интенсивными темпами движется в эпоху Петра Великого. Он сам умело владел техникой удаления зубов. А в 1710 году официально было введено в лексикон словосочетание «зубной врач». Первым обладателем столь почетного звания становится француз Франсуа Дюбрель. А с 1810 года специалисты получают уже соответствующие дипломы. В 1871 году в США появилась бормашина. Ее автором был Джеймс Белл Моэйсон. А работала она за счет ножной педали, полностью освобождая руки врача для операции. Вот такие дела. Спасибо, Дмитрий, за интересный рассказ. Ну, а я приглашаю вас к разговору о вредных привычках. В частности, о курении. Это пагубное пристрастие очень распространено среди населения, и в том числе в молодежной среде. Чем опасна табакокурение и как от него избавиться? Разобраться в этом нам поможет заведующий отделением областного клинического наркологического диспансера Андрей Степанов. Здравствуйте, я рада принимать вас в гостях у нашей программы. В центре внимания у нас сегодня курение и курильщики. Вот скажите мне, пожалуйста, этот процесс курения, он опасен для человеческой жизни? Дело в том, что курение само по себе провоцирует развитие многих серьезных заболеваний. Влияет практически на все системы организма. Это пищеварительные, сердечно-сосудистые, дыхательные, мочеполовая, иммунные системы. И поэтому, даже судя по статистике, ежегодно в мире умирает 5,5 миллионов человек. В России от 300 до 500 тысяч ежегодно умирают от заболеваний, связанных с курением. Запреты курения в общественных местах. Вы серьезно полагаете, что подобные меры могут помочь в решении этой катастрофы с курением? Нет основания сомневаться в этом. Потому что, действительно, если человеку воспрепятствовать курить в тех местах, где он курил привычный человек, может быть, даже и пропустится одну сигарету, может быть, вторую, третью, потом откажется от курения. Понимаете? То есть, динамика есть положительная в плане отказа. Ну вот, Андрей Анатольевич, то есть, вы и ваши коллеги, профессионалы в этом направлении, действительно, считают, что это не просто дурная привычка, а болезнь? Она относится к группе психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Никотин — это психоактивное вещество. И вызывает вот эту самую зависимость, которая, ну, вот понимаете, это очень страшная вещь, зависимость. Даже если человек 30-40 лет не курит, это всего лишь ремиссия? Это длительная и стойкая ремиссия, которую необходимо поддерживать обязательно. Поддерживаем лечением, занятием спортом, активной жизненной позицией, нетерпимости к куринным привычкам. Вы поймите, это очень важно, потому что каждый курящий или собирающийся бросить курить, или уже бросивший курить, должен знать, что малейшая затяжка, малейшие выкуренные сигареты приводят к срыву. Поэтому даже лучше не начинать. Курение и вот эта никотиновая зависимость приводят к ряду серьезных заболеваний. И многие в их числе предполагают и называют рак. Это действительно так? Конечно, рак стоит на одной из ведущих позиций в плане осложнений. Это рак легкого, рак желудка и рак верхней губы у курильщиков. Поэтому вот те канцерогенные вещества, которые содержатся в продуктах распада, горения, табачного дыма, они, это же статистика дает, я цифры не помню, правда сейчас, но это колоссальные цифры, онкологические заболевания, именно связанные с курением. Андрей Анатольевич, а вот курение как влияет на беременных женщин и на их будущих детей? Беременные женщины — это космос. Я уже молчу об этической и нравственной стороне этого вопроса. Что происходит и с женщиной, и с плодом? Никотин, как я уже сказал, психоактивное вещество, это токсическое вещество. Оно воздействует, естественно, и на организм матери, и стоком крови передается плоду. И вот те уродства, те патологии, которые видят в перинатальных центрах, вообще сами мамы видят, когда потом дети рождаются неполноценные, конечно, это связано с употреблением никотина. Предпримут люди какую-то попытку победить этот недуг. Каким образом? Кто придет на помощь? Куда обратиться? Кто протянет руку помощи? С кем консультироваться? Где? Можно начать с психологом работать. Это как бы первый этап. Прийти к психологу, либо к психиатру-наркологу, к психотерапевту. И проконсультироваться. О степени выраженности зависимости. Есть ли она вообще. Или это эпизодическое употребление, или систематическое, или уже все-таки зависимость сформированная. И лучше, конечно, обратиться к специалисту, ну, по крайней мере, к тому, кто уже занимается этим длительное время. Вот. В нашем диспансере, наркологическом, я имею в виду, есть врачи, которые проводят вот эти, как сказать, консультации, проводят лечение. Андрей Анатольевич, я благодарю вас за то, что вы так подробно ответили на все мои вопросы. Вам и вашим коллегам успехов. Ну, а люди, которые вот после нашей с вами программы встают вот на путь оздоровления, пожелаем успехов тоже. Всего доброго. Спасибо. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, сейчас отправляемся на фитнес, в спортивно-оздоровительный центр, где нас уже ждет Алена Жук. Алена, здравствуй. Здравствуйте, Софья Анатольевна. Здравствуйте, дорогие телезрители. Как ни странно, но на ухудшение здоровья человека может повлиять неправильное положение мышц живота, то есть их расслабленное состояние. И поэтому самое главное, мы должны правильно питаться и заниматься упражнениями, которые будут тренировать прямые и косые мышцы живота. Именно такими упражнениями мы сейчас и займемся. Комплекс весь проходит на полу, сидя и лежа. Поэтому можно лечь на коврик, можно лечь на ваш домашний палас. Пожалуйста, ложимся на спину, ноги сгибаем, стопы прижимаем к полу, поднимаем голову от пола и начинаем тянуться легкими движениями вперед, на выдох. Вдох и выдох вперед, голову на пол не кладем. Сильнее подтягиваем мышцы живота, вы не должны чувствовать напряжение в шее, вы должны максимально чувствовать свой пресс. Делаем таких упражнений. Так, три подхода по 12 раз. Отлично. Следующее упражнение. Руки за головой, стопы ставим на ширине таза, живот подтянут. Исходное положение. Поднимаем макушку вверх. То есть мы уже делаем положение скручивания, стягиваем ребра и таз. И тянемся разноименно. Левая нога и правый локоть. Это выдох. Вдох. Исходное положение. Не ложимся на пол. И вторая сторона. Выдох. Вдох. Вдох. И выдох. И еще раз. Выбираем любой способ, как встать, как нам больше нравится, как нам удобно. Встаем. Помните, что ваш организм – это единое целое. И все в нем взаимосвязано. Поэтому в следующий раз мы обязательно рассмотрим другие упражнения на другие группы мышц. Но вы повторяйте этот комплекс регулярно. Не забывайте про свое здоровье. Будьте красивы и всегда в хорошем настроении. Спасибо за внимание. Ну что ж, спасибо, Алене, за эту фитнес-минутку. Ждем от вас новых упражнений. Чтобы сохранить и сберечь свое драгоценное здоровье, можно посещать спортивно-оздоровительный центр «Гармония», где есть все условия для занятий фитнесом. Ну а наша сегодняшняя программа – это, как, впрочем, и все остальные, полезная информация, которую мы готовим для вас вместе с Оренбургским областным центром медицинской профилактики. Кстати, вот здесь всегда ответят на любой вопрос о здоровье и о том, как его приумножить. Ну а на сегодня все. Ровно через неделю, как всегда, с огромным удовольствием, я скажу вам – здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин